Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Оценке качества образования уделяется все большее внимание. К этой теме относится в том числе вопрос о количестве и структуре набора показателей, по которым оценивается определенное образовательное учреждение. С этой целью Миноборнауки России разработала методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений. Что такое независимая оценка качества образования, каковы ее цели и задачи, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Проблема оценки качества образования в настоящее время является одной из наиболее актуальной для всей системы образования Российской Федерации. Занимаясь этим сложным вопросом, порой трудно выбрать правильное направление в работе. Именно поэтому Министерство образования и науки Российской Федерации разработало методические рекомендации с целью содействия развитию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. Независимая оценка в настоящее время деятельности образовательной организации это веление нашего времени. Это желание увидеть реальную картину той деятельности, того состояния дел, которые на сегодняшний день мы имеем в образовательных учреждениях, в их деятельности. Помощь в независимой оценке образования оказывает так называемый оператор. Это сторонняя организация, которая осуществляет процедуру независимой оценки. В нашем городе оператором выступает Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы. По словам Марины Геннадьевны, работники университета успешно справляются с своей работой. Это очень уважаемое учебное заведение, которое воспитало и подготовило не одно поколение учителей, которые работают не только в Башкортостане, но и за его пределами. Принимать участие в независимой оценке образовательного учреждения могут как учащихся старших классов, так и их родители. Ответить на вопросы можно на официальном сайте Управления образования. Марина Коротченко также отметила, что чем больше поступит ответов от родителей и их детей, тем объективнее получится оценка их образовательного учреждения. В результате мы получим объективную картину деятельности того или иного образовательного учреждения. Мало того, что мы увидим картину, мы еще и увидим, куда нам двигаться, что нам делать, чтобы образование было эффективным. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Совсем недавно филиал РЦНТ «Дуслык» вернули муниципалитету. Планируется также вернуть учреждению и историческое название – Дворец угольщиков. Насколько это важно для горожан, выясняла наша съемочная группа. Дворец культуры угольщиков был открыт в 1956 году. Все события различных масштабов проходили в нем. Ни одно поколение горняков были награждены медалями и орденами различной степени именно в стенах Дворца. Многие годы он являлся культурным центром. Большинство художников, выросших в нашем городе, начинали именно в кружках, организованных в Дворце. В те годы Кубертау сладился своими театрами, одним из которых был русский драматический, также функционирующий во Дворце, а после – Башкирский драматический театр, под руководством Шумсея Мусиной, ничем не отличавшийся от профессиональных театров и просуществовавший почти 20 лет. Это был действительно подлинный центр. Там проводили новогодние елки, вот дети, это всегда для детей. Рядом со Дворцом Угольщиков организовали праздничные зимние мероприятия, если вы помните, да? Там были тройки, вот на лошадях ездили. Для ребятишек это был вообще праздник. Я очень доволен, что нашему Дворцу угольщиков вернули прежнее название, потому что он действительно был дворец, который шахтеры построили для нашего города. Каждому находилось место во Дворце угольщиков. Пенсионеры организовывали выставки цветов, которые по достоинству оценивали даже посещавшие город-гости из столицы республики. Также во Дворце был учрежден народный университет, который посещали домохозяйки, пенсионеры, работники детских садов и другие. Один из самых крупных хоров Первогородской был сформирован именно во Дворце угольщиков. С большой теплотой вспоминают члены Городского совета ветеранов открытие Дворца и то, каким он был в то время. После смены встретишься там же, так интересно было, как-то и танцы были такие спокойные, вальсы нашего времени. Конечно, лучше бы оставить его дворец угольщиков, потому что это и строили угольщики, все же здесь поднимали наш город. Все молодые были и все это, он угольщиков и есть. В 1999 году на базе Дворца культуры угольщиков был создан филиал РЦНТ «Дуслык». Директор учреждения Альфия Грязнова вспоминает, как, будучи пионером, в детстве часто принимала участие в партийных конференциях, проходящих во Дворце. Октябрят или пионеров приглашали поприветствовать партработников. Мы гордо заходили там в пионерской форме, в парадной, мы там читали стихи, это было выступление в виде агитбригады, как бы отчетное тоже наше. Это была большая гордость, не каждого пионера приглашали, естественно, самых лучших. Я вот это как бы очень хорошо помню, что это было такое торжественное, волнующее, это было запоминающееся до сих пор, это все это помню. Как призналась нам директор Дуслыка, все ее детство ассоциируется со дворцом. В те годы он являлся основной сценической гастрольной и концертной площадкой для горожан. И просто родным дворцом, в котором проходили все самые интересные праздники и значимые городские события. Надо сказать, что дворец культуры угольщиков, он всегда имел свое историческое название. И как бы оно ни менялось, ни реорганизовывалось, какая бы организация, учреждение здесь ни находилось, оно всегда осталось дворцом культуры угольщиков. И на фасаде здания, это историческая как бы лептина, она осталась, название это стоит. Здесь проходило время с утра до ночи, всегда очень много было людей, всегда было очень дружно, весело, насыщенная была такая разнообразная жизнь. Это был родной дом, потому что других учреждений культуры не было. Планируемое возвращение Дуслыку прежнего названия дворца культуры угольщиков, по мнению членов Совета ветеранов, является прежде всего исторически важным событием для Кумертал. Это останется память от первостроителей, основания города. С этим очень много связано у людей, кто работал раньше в угольной промышленности, остались семьи, сыновья, дочеря, внуки. И это будет памятью их, что их родители когда-то были основателями этого города. С прошлой недели в учреждении проводятся ремонтные работы. Планируется полностью обновить напольные покрытия на всех трех этажах здания, а также реконструировать стены и потолки. Завершить ремонт строительная фирма обещает в июне этого года. Подведены итоги муниципального конкурса «Стратегическая инициатива-2016». Образовательные учреждения представили на этот конкурс 24 проекта. Три из них победили. Это детские сады номер 1 и 14, а также школа номер 5. Победители получили гранты в 100 тысяч рублей. Какой идею помогли воплотить эти средства в школе номер 5, узнаете из нашего сюжета. В школе номер 5 заработала своя телестудия. На днях в эфире телеканала «Арис» вышел первый пробный выпуск школьных новостей. В образовательном учреждении создана своя творческая группа, придумано и название «5ТВ». В школьной редакции ведется обучение телевизионному делу, где ребята получают навыки ведения новостных программ, пробуют себя в роли корреспондентов, редакторов, режиссеров и авторов телепередач. Открытие телестудии стало возможным благодаря успешному участию школы в муниципальном грантовом конкурсе инновационных проектов «Стратегической инициативы-2016». Сегодня школьное телевидение приобретает очень большую популярность среди учащихся. Данный проект позволяет раскрыть творческое начало, творческие способности каждого ребенка. И работа над созданием видеофильмов позволяет воплощать творческую энергию наших детей. На полученные деньги, а это ни много ни мало 100 тысяч рублей, приобретено оборудование для съемок. В будущем планируется оформление студии. Идею школьники восприняли с радостью. Теперь ребята вместе с руководителем Ольгой Тычинкиной работают над созданием актуальных материалов из жизни школы. Мы очень давно уже хотели, чтобы в нашей школе появилось телевидение. И благодаря тому, что у нас появилась камера, эта мечта у нас осуществилась. Работа на телевидении – это очень интересно и познавательно. Это большая возможность для саморазвития и для узнавания что-то нового. Получается общение с новыми людьми. Видеооператора искать не пришлось. Съемки и монтаж программ ведет ученик девятого класса Кирилл Блинов. Азы операторского искусства и новую технику Кирилл осваивает самостоятельно. Видеосъемка, монтаж – это мое хобби. Я этим занимаюсь давно. Я снимаю для себя видео на YouTube, потому что я блогер. И мне это просто увлечение. Мне нравится монтировать, снимать особенно. При монтаже, конечно, это мое самое любимое дело, потому что при монтаже добавлять разные эффекты – это классно. В будущем я планировал либо пойти на актерный, театральный учиться, чтобы сниматься в различных сериалах или еще куда-нибудь пойти. Все, что связано с моим хобби, мне туда вот так вот и попасть. То есть сниматься где-нибудь. Всего в муниципальном конкурсе стратегической инициативы было представлено 24 проекта от образовательных учреждений города. Три из них, в том числе и школы номер 5, стали победителями и получили средства на реализацию своих идей. Ну а мы ждем от своих коллег новых интересных программ и желаем им успехов в работе. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. С 1 января этого года сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» может любой желающий. Напомню, ГТО возродили два года назад. Сейчас комплекс может стать полезным не только для здоровья, но и помочь в иных сферах. Теперь за выполнение нормативов ГТО можно не только значок получить, но и дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ. Подробности знает Константин Меркушев. ГТО – три буквы, значения которых знает любой взрослый житель нашей страны. Комплекс «Готов к труду и обороне» – основа советской системы физического воспитания, ее программная и нормативная база. Он был сформирован и направлен на то, чтобы укрепить здоровье и повысить творческую и трудовую активность советских людей. Возрождение комплекса началось поэтапно, начиная с 2014 года. От документального оформления до непосредственной реализации. В настоящий момент, с 1 января 2017 года, приступили к заключительному третьему этапу – это внедрение комплекса среди всего взрослого населения. То есть любой житель нашей страны, имеющий медицинский допуск, имеет право сдать нормативы этого комплекса. По мнению директора детской и юношеской спортивной школы Сергея Анатольевича, сдача комплекса «Норм ГТО» позволит включить физкультуру и спорт в общественную жизнь, а также благотворно повлияет на активность и здоровье наших граждан. Это направлено на оздоровление нации, популяризацию физической культуры и спорта, здоровый образ жизни, отказ от врезанных привычек. Ну и каждый человек, я считаю, все равно в душе игрок, спортсмен. Что касается нормативов, то они затрагивают практически все основные физические качества человека, а именно быстрота, сила, ловкость, выносливость и гибкость. Кроме обязательных упражнений, существуют и дополнительные. Есть обязательные виды, в зависимости от ступени, от возраста, они варьируются от 3 до 5 обязательных испытаний. И есть необязательные, их гораздо больше. И человек, естественно, выбирает, что ему в данный момент, так скажем, какие-то предпочтения он отдает тому или иному виду спорта. Стоит отметить, что сдача норм ГТО добровольна, и любой желающий способен получить знак отличия готов к труду и обороне. Для этого необходимо сдать 8 контрольных нормативов. Подробнее о комплексе сдачи нормативов можно узнать на сайте ГТО, а также в детской, юношкой и спортивной школе. А попробовать свои силы жители города смогут уже в следующем месяце. 12 февраля состоится первый этап «Лыжные гонки» под девизом «Лыжня России 2017». И город активно готовится к началу мероприятия. На первый этап, вот сейчас на «Лыжной гонке» есть и лыжные трассы, новые, обновленные, причем освещенные. Судейский состав, отучено 18 учлений физической культуры, которым разрешено принимать вот эти нормативы. Материальная база потихонечку обновляется, что-то подкупается. Как бы город здесь нас тоже без внимания не оставил, выделены финансовые средства. И я думаю, со временем все будет достаточно укомплектовано в полном объеме. Уже в мае этого года сдавшим нормативы получат значки. А вот выпускники 9-х и 11-х классов, которые станут обладателями серебряных и золотых знаков ГТО, при поступлении в ВУЗы любого профиля получают еще дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин